Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Общий городской субботник прошел в Анапе в минувшую пятницу. В администрации города с праздником поздравили работников коммунального хозяйства. 20 лет радио Анапы говорит его голосом. Александр Ребец отметил 20-летие работы на радио. Все остальное – это просто еда. А шоколад – это шоколад. В Анапе в минувшую субботу состоялся митинг в поддержку самоопределения Крыма на площади у стелых город воинской славы. Сотни анапчан вышли поддержать братский народ и русскоязычное население Украины. Инициаторами митинга стали общественные организации города-курорта. Собравшиеся держали в руках государственные флаги, транспаранты партий и общественных организаций, а также казачьи хоругвии. На митинге выступили депутаты ЗСК, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, представители молодежных организаций и общественных объединений. По всей стране проходят митинги, путешествия, идут эшелоны гуманитарной помощи в Крым. Наши высшие органы и Совет Федерации, и Государственная Дума принимают важнейшие решения в поддержку народа Крыма. Большинство участников мероприятия – представители интеллигенции города-курорта. Всем желающим молодежь прикрепляла к ласканам пиджаков и ургиевские ленточки. У нас одна вера, одни корни, и мы должны поддержать народ украинский. Севастополь – это родной город. Я ходила в школу там. Боже мой, там сражались, вот мой отец. Все должно решиться спокойно, без крови. Только так. А мы всегда своих братьев поддерживаем. Надо высказать свою серьезную поддержку в этом вопросе. Мы, конечно, с родными нашими братьями украинцами. По итогам митинга была принята резолюция. В Анапе прошел общегородской субботник. На уборку улиц вышли работники всех городских предприятий, студенты и школьники. Весна открывает все недочеты в зимней уборке города. Мартовские ветры к тому же усугубили эту ситуацию летающим мусором, обломками веток. Поэтому каждую среду и пятницу на очистку города выходят служащие, студенты. Редко можно увидеть жильцов многоквартирных домов на субботниках. Еще реже хозяева работников кафе. Хотя газоны вокруг уже давно не похожи на газоны. Истоптаны, заезжены, засыпаны окурками, буйно разрастается чертополох. В городе явно не хватает урн. Мусорные контейнеры остаются по-прежнему притчей в языцах. Коммунальщик обозначает принадлежности к своему предприятию надписями на самих контейнерах. Но как-то так небрежно, что неудобно становится за компанию, имеющую столичных хозяев. Несолидно как-то. В одном из многолюдных микрорайонов у Шолоховского университета студенты вуза пытаются очистить пешеходные дорожки, вросшие за зиму в песок. Убирают старую траву и мусор. А рядом кафе не спешит жить в ритме современного города, встречающего весну. Да что тут скажешь, не Амстердам мы и не претендуем. Курортный сезон не за горами. Есть еще немного времени для того, чтобы доказать нашим гостям, что мы любим свой город. Напоминаем, субботник каждую среду и пятницу в нашем городе. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа регион. Лучших в профессии ответственных и хозяйственных работников коммунального хозяйства отметили в администрации города-курорта. С днем жилищно-коммунального хозяйства мэра Анапа Сергей Сергеев поздравил всех, благодаря кому улицы города радуют своим ухоженным видом и чистотой. В их честь звучали слова благодарности и поздравления с профессиональным праздником. Я знаю, что ваш труд тяжел. Тяжел и отчасти неблагодарен. Сегодняшний день праздничный. Я хотел бы выразить вам огромную благодарность за вашу работу и хотел бы пожелать, чтобы уменьшилось количество жалоб от населения на нашу работу. И в то же время, чтобы ваш труд приносил вам удовлетворение как моральное, так и финансовое. Сергей Сергеев напомнил, в Анапе проводится большой месячник по санитарной уборке. Работники ЖКХ – главные люди в этой работе. Именно они заботятся о чистоте и порядке курорта, чтобы приезжие гости захотели еще раз вернуться на отдых. А зеленители, дворников, сварщиков, электромонтеров, представители других профессий, без которых невозможно представить жизнь города и сельских округов, наградили почетными грамотами и благодарностями главы муниципального образования «Город-курорт Анапа». У рабочей предприятия «Зеленстрой» Натальи Ворошиловой мэр Анапы поинтересовался, будет ли в этом сезоне город красивым. Наши предприятия будут стараться, чтобы город был красивый, ухоженный, озелененный, зеленый, цветущий, красивый, чтобы людям и живущим здесь, и которые приезжают к нам в гости, нравилось, и чтобы они хотели быть здесь. Валентина Брежнева работает дворником в 12-м микрорайоне. Признается, получить благодарность главы города за свой труд не ожидала. Приятно, конечно, что отметили труд дворника. Вот сколько я живу 60 с лишним лет здесь, именно в Анапе. Первый раз, ну, может быть, раньше и отмечали, не знаю. Но в последние годы, по-моему, наверное, из всего города одного дворника только и пригласили. Я, конечно, очень довольна получить заслуженную награду за свой нелегкий труд. Всех этих людей объединяет одно. На протяжении долгого времени в зно и в стужи они несли свою службу, преображая город. Их труд делает курорт благоустроенным и привлекательным. Алина Гумерова, Максим Лагоша, Анапа-регион. Александр Ребец, ведущий авторских программ на радио «Европа плюс», отмечает 20-летие своей творческой деятельности. Рабочее утро рабочего понедельника. Вроде всё, как всегда, как 20 лет подряд. 17 марта Александр Ребец, самый известный радиоведущий в Анапе, отмечает 20 лет работы на радио. Из них 11 – в составе телерадиокомпании «Анапа-регион». Столько людей, так сказать, с вами работало. Никто мне не доставает, что с вами очень всегда приятно было работать. У вас очень многому можно было научиться. Вообще, большое вам спасибо, что вы с нами ещё работали. Да, дай бог, ещё столько же работали. Александр Николаевич участвует в организации и проводит общегородские праздники, концерты и творческие фестивали. Ему доверяют и верят. Ценят за порядочность, спокойный характер и способность научить без поучительства. Я передаю вам слова благодарности от главы города за вашу работу многолетнюю. Ведь вы начинали тогда, когда, собственно, всё начиналось. Начиналось телевидение и начиналось радио. Вы наша ходячая история. За это, мне кажется, вы заслуживаете самых бурных аплодисментов. Мы вас очень ценим. Мы вас любим. Мы вас уважаем. Всё, что вы делаете, вы в первую очередь делаете для Родины, для Анапы, для города. А потом только уже начинаете думать о себе. Поэтому это очень ценное качество. Человек-легенда Александр Ребец знает, как подать новости интересно, при этом сохранить достоверность и объективность. Радио «Европа плюс» 11 лет сообщает новости его голосом. Мы подсмотрели, как работает мэтр. За несколько минут до выхода в эфир. 20 лет работы в средствах массовой информации, именно в радиовещании, я понял одно. Что гораздо интереснее человеку знать, что творится в огороде у соседа, за калиткой у соседа, чем то, что творится в Москве. Да, простят меня, федеральные мои коллеги. И поэтому я думаю, что если бы это было радио, которое вещает на местном уровне и говорит местные новости, и подает это очень интересно, это было бы самое слушаемое радио. Слышите приятный голос и интересную новость на радио «Европа плюс» – это Александр Ребец. Под его руководством выросло несколько ведущих и редакторов, и он продолжает работать и на радио, и на сцене. Сейчас под его руководством маленькие анапчане постигают театральное искусство в студии «Пигмалион». Талантливые люди – талантливы во всем. Энергии и таланта Александра Николаевича, кажется, хватит на воспитание профессионалов еще нескольких поколений. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Шоколад – не просто десерт. Это особое удовольствие и философия сладкоежек. О том, как делают шоколад и как получить эксклюзивные конфеты из какао-массы, рассказали школьникам на шоколадной фабрике кондитерского дома «Ваниль». Плох повар, если не пробует еду во время приготовления. Когда дело касается шоколада, плохих поваров не бывает. Перед соблазном попробовать шоколад не устоять. Мы изготавливаем сегодня медальоны из белого, черного и молочных шоколада. Добавляем шарики, миндаль, стружку и другие ингредиенты. Я думаю, что такой подарок можно подарить вообще всем. И родителям, и каким-то близким людям. Сегодня я побывала на шоколадной фабрике. Мне здесь очень понравилось. Здесь я приготовил себе медальку шоколадную. В каждой шоколадной конфете старинный рецепт швейцарских мастеров 18 века и современные инновационные технологии. Шоколадье кондитерского дома «Ваниль» Александр Ефимов 15 лет работает шоколадом и постоянно обновляет ассортимент, используя новые вкусовые сочетания. Именно работа с шоколадами, научился работать в Португалии. Там очень хорошая школа, школа отелария, туризм, дали жбоа. Там они очень хорошо преподают, они все преподают. То есть работа с сахаром, с шоколадом. Просто я выбрал направление шоколада, участвовал в фестивалях, в конкурсах и принес все посуды. Я показал, как в принципе работает, или в домашних сувях можно делать, и как на производстве мы здесь делаем конфеты. И показал, как делать конфеты формовые. Вот мы сейчас все будем вынимать с формы, они попробуют все. Около 50 сортов и видов конфет, изготовленных вручную, в кондитерском доме «Ваниль» работают только с лучшими сортами отборных какао-бобов. Начинки и кремы разные – ореховые, шоколадные, марципан и свежие фрукты. Только натуральные ингредиенты, никаких добавок и усилителей вкуса. В шоколадных конфетах ручной работы нет консервантов, поэтому и срок хранения совсем небольшой – от 18 дней до 4 месяцев. Внешний вид шоколадных конфет – достойное право вкусу. Каждая конфета от кондитерского дома «Ваниль» – совершенство внутри и снаружи. В «Ваниле» чудесны не только конфеты. Более 20 видов домашнего печенья в лучших традициях. Шоколадные, ванильные, с орехами, кокосом, с вишней и сухофруктами. Но и это еще не все. Для людей с сахарным диабетом полезные и вкусные печенья и конфеты на фруктозе. Диетические низкокалорийные десерты, торты на заказ, шоколадные фигуры. В кондитерском доме «Ваниль» возрождают сокровенное для сладкоежек традиции настоящего шоколада. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. И еще одна новость сегодня. Подробности расскажем прямо сейчас. «Получено экстренное предупреждение из Главного управления по чрезвычайным ситуациям по Краснодарскому краю. 17-18 марта в связи с ожидаемыми сильными осадками в ближайшие 3-6 часов ожидается подъем уровня воды, достижение ими критических отметок». Дополнительно проводят проверку системы оповещения населения. Аварийные бригады устраняют порывы линий электропередач. Режим чрезвычайной ситуации в городе-курорте Анапа не вводят. Установлен режим повышенной готовности. У меня есть данные на 10.30 и на 16 часов. С 6,5 тысяч человек у нас уменьшилось количество до 3 тысяч человек, которые сейчас находятся без электроснабжения. Насколько я понимаю, работы по всем объектам ведутся, да, Сергей Николаевич? Запитаны все социально значимые объекты. Школы и детские садики работают в обычном режиме. Учреждения здравоохранения в сельских округах готовы, если понадобится, перейти в режим дополнительного питания. Сергей Павлович, в течение дня, как вы знаете, с часу ночи мы уже отрабатывали мероприятие, комплекс мероприятий по штормовому предупреждению, где сила ветра в Керченском проливе достигла 28 метров в секунду. У нас на участке от Благовещенской до Юровки включительно порывы ветра 27 метров, а постоянно ветер дул со скоростью 21-25 метров в секунду. Были созданы три мобильные группы, которые в течение дня отслеживали ситуацию, постоянный контроль ведется. У нас надо отметить, что на данный час уровень моря от нормального повысился на 60 сантиметров. Запас по повышению воды у нас еще порядка 40-45 сантиметров. Но повышение уровня моря стабилизировалось. Уже в течение трех часов повышение моря не отмечается. В связи с тем, что развернулся ветер на северо-западный и немножко придавил волнение моря. Выставлены посты в Сукою в станице Благовещенской. За ситуацией на водных объектах установлен постоянный контроль. Главы сельских округов предупреждены. Специалисты отдела гражданской обороны и защиты населения предупреждают анапчан и жителей сельских округов. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа. Регион. Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 18 марта, в Анапе будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в дневные часы 9-11, ночи плюс 8 градусов по Цельсию. Ветер переменный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 7 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова